Вы, господин Юнус, очень часто акцентируете на том, что Украине не надо фокусироваться на Америке только, ну и вот вы, в принципе, и сегодня вспоминали об этом, не надо точно так же фокусироваться только на коллективных партнерах, таких как Евросоюз или НАТО, а стоит углублять военное финансовое партнерство с отдельно взятыми странами, такой тет-а-тет, и приводите в пример, например, Турцию, которая помогла Азербайджану построить армию НАТОвского образца. Вот в этом контексте каких потенциальных мощных партнеров вы видите для Украины? Возможно, вы видите какие-то неочевидные рокировки, которые еще не замусолены в информационном поле. Я тут хочу вам напомнить то предложение, которое в самом начале российской агрессии против Украины, в самом начале войны сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсов, который предложил именно такой альянс вне НАТО и вне Евросоюза, то есть отдельно с Украиной, типа вот как Великобритания, Польша, Румыния, Болгария, Турция и Украина. То есть к ним могут присоединиться какие-то еще другие старые... Но это опять коллективный получается такой, группа. Как вы сами понимаете, лидерство в этой ситуации принадлежит Великобритании, потому что раз он сам предлагает, он понимает, что здесь должна быть сильная лошадка. Здесь должна быть страна, которая имеет ядерное оружие, которая имеет статус тот же, который имеет пять стран на планете. Одна из этих пяти стран должна быть. Решительно пойти. Это должно быть или Соединенные Штаты Америки, или Великобритания, Франция, Китай и та же Россия. Россия и Китай отпадают. Значит, одна из этих трех. Франция на эту тоже никогда не пойдет. А Германия? Германия не постоянный член Совета Безопасности и не имеет права в это, она не ядерная держава. Германия просто лидер Европы, самая богатая страна. Поэтому Германия имеет там вес, но Германия по всем... Это смешно выглядит, потому что просто Германия, это поверженная страна была во Второй мировой войне, и поэтому Франция, как очень остроумно заметил Кейтель, когда он, фельдмаршал Кейтель, когда пришел на подписание вот этого акта о капитуляции, он увидел там представителя Франции и сказал, мы им тоже проиграли. То есть одно дело, он понимал, что есть Соединенные Штаты Америки, есть Великобритания, есть Советский Союз. Ну, там Эйзенхауэр был, Жуков был, Монгомери был. То есть, а когда увидел французского этого генерала, мы что, им тоже проиграли? И вот Франция получила этот статус. Статус постоянного члена Совета Безопасности с правом ВЕТА. А если сегодня сравнить экономические возможности, военные возможности, любые возможности, вот так Германия сегодня лидер Европы. Она даже по всем этим компонентам, если исключить ядерное оружие и военно-морской флот, она по всем компонентам превышает ту же Великобританию. Просто Великобритания – это империя. Это империя с традициями. И Франция тоже, конечно, да, она кололиальная страна, которая завоевывала эти... Но посмотрите, как Франция сегодня терпит поражение в той же Африке, да, раз за разом, раз за разом. И поэтому Франция сегодня по весовой категории, она не тянет на гаранта, такого гаранта, с которым будут считаться. А Великобритания, когда идет в какую-то игру, все же понимают, что сзади Великобритании есть еще тень Соединенных Штатов Америки. Это же англосаксы. Никогда за всю современную историю такого не было, чтобы Соединенные Штаты Америки оставили на полдороге ту же Великобританию. Поэтому это уже вдвойне. Если Великобритания на чьей-то стороне... Далеко я вам не скажу. Один пример. Тот же Азербайджан. За всю году своей независимости Великобритания – одна из самых стратегических партнеров Азербайджана. Потому что они еще с 19 века. Вот это нефтяные контракты, вот это все там, что есть. Это все Великобритания в первую очередь. Бритиш-петроли. Поэтому, когда, например, я помню, я был в договорах с правительствами, когда пришел, я помню, тогда Советский Союз развалился. И к нам одним из первых к нам совершила визит Маргарта Тэтчер. Вот это историческая железная лезь. Я помню, она приехала туда с президентом БП и чек привезла тогда на 40 миллионов долларов. Тогда это были большие деньги. То есть показала позицию Великобритании, которая поддерживает Азербайджан, показывает свои планы, заинтересованность в этой географии. Исторически она была так заинтересована. Но теперь Советский Союз развалился. И она возвращается. И все эти годы независимости Азербайджана во всех этих проектах экономических, нефтяных, газовых, как многих других, Бритиш-петроли там присутствуют. Если Бритиш-петроли там присутствуют, значит, она будет защищать эти интересы. И где она будет защищать? Везде, где будут наезжать на тот же Азербайджан. Или в Совете Безопасности. Если Соединенные Штаты Америки из-за армянского лобби здесь, в Калифорнии, не могут сильно что-то делать, или будут что-то сильно делать, они глазом моргут в Великобритании. И Великобритания в этот момент наложит право вето. Понимаете? То есть Великобритания не пропустит это решение. А несмотря на то, что они союзники, да, по многим вопросам. Поэтому, когда ты это понимаешь изнутри, как это устроено, поэтому очень важно, все хотят запастись возможностями какого-то вот такого, ну, учитывая вот эти правила, которые существовали в мире, и эти пять стран поставили себя над всем миром. Правил не было никаких, только существовали эти правила для всего остального мира. То есть они, вот эти пять стран, они были вне правил. Это был клуб, элитарный клуб. И они могли делать все, что не нравится право вето. Нравится, нападают на какую-то страну. Не обязательно им решение Совета Безопасности, он и так далее, и тому подобное. И завтра Совет Безопасности, он соберется, вот как сегодня собираются, против России что-то делать, ничего не проходит. Точно так же, если что-то будет делать против Израиля, там что-то, американцы это не пропустят. И так далее, и тому подобное. И когда это все ты начинаешь видеть, ты начинаешь понимать, а что мне делать, если я маленькая страна, если я не член Совета Безопасности с правом вето. Значит, я должен найти себе союзник на этом уровне. В первую очередь, если я могу обзавестись таким союзником. Израиль обзавелся, Южная Корея обзавелась, Япония обзавелась. И сегодня, как вы видите, эти страны как прикрыты американцами. Никто на них лично распикнуть не может. Даже Южная Корея и Япония, где находятся? И Китай там, и Россия там, все, но они им нужны считаться. И Америка, кстати, там создает дополнительное НАТО, азиатско-тихоокеанский АКУС, как они называют. Вот они там это создали. Поэтому то, что сказал Борис Джонсон, тоже рассматриваете такого типа, какой-то альянс. То есть альянсы создаете вы сами с теми союзниками, которые за вас пишутся в этой ситуации. Ну, грубо говоря, Азербайджан сегодня имеет альянс только с Турцией. Я имею в виду конкретно на бумаге. Называется она Шушенская декларация. Все понимают, что в этой Шушенской декларации Азербайджан и Турция, они вдвоем. Но знают, что рядышком находятся другие страны. Ядерный Пакистан, потому что у Турции нету ядерного оружия. Вот заметьте, как грамотно Азербайджан разрулил эту ситуацию. У Турции нет ядерного оружия. У Турции непостоянно член Совета Безопасности. У нее нет права в это. То есть она послабее политической вот этой иерархии с этими пяти странами. Президент Турции регулярно говорит, мир не состоит из этих пяти стран. Он сколько лет наезжает. Ну, от него много чего зависит. Они же не могут поменять это все. Поэтому это зависит от этих пяти стран. Или в мире должно произойти что-то такое, как во время Второй мировой войны, чтобы все это переформатировать. Ну, в принципе, все это к этому уйдет. Но сегодня же надо жить. И как вести себя сегодня союзником той же Турции, там Азербайджану, если нет ядерного оружия. У кого есть ядерное оружие? Мы смотрим по всему этому миру. И мы видим, что, скорее всего, нам на помощь придет с ядерным оружием тот же Пакистан, чем та же Великобритания. Потому что Пакистан никак не связан с этими странами. И географически он к нам ближе. Религиозно к нам ближе. И так далее, и тому подобное. Поэтому посмотрите, член НАТО, вторая армия НАТО. Когда кто-то мне говорит, там много есть стран, которые посильнее, я говорю, вторая армия НАТО. Не забывайте эту фразу. Слово НАТО идет в конце. Турция вторая армия НАТО. Хотя на планете есть еще несколько стран, которые тоже могут входить в пятерку или десятку сильных стран. Но они не входят в НАТО. В НАТО сегодня главная сильная армия. Это США и тоже НАТО. И та же Турция. Так вот, я к чему это говорю. Здесь, с другой стороны, значит, вторая армия НАТО. Ядерная держава. И теперь нужен какая-то такая страна, у которой есть хорошее высокотехнологическое оружие. Военно-промышленный комплекс. И плюс хорошие связи в мире. В средствах массовой информации, в финансовых структурах, в бизнес-структурах. Особенно в таких центрах, которые принимают решения. В первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Ну, вы уже знаете, о какой стране я говорю. Понимаете? Это напрашивает сам по себе. Потому что это Израиль. Сильнее всех сегодня на Вашингтон влияет именно Израиль. Никакая другая страна сегодня влияет на Соединенные Штаты. Даже Великобритания так не влияет, как Израиль на это влияет. Поэтому все то, что принимают сегодня против Израиля, ничего это не пройдет. Потому что это будет об стенку Соединенных Штатов Америки. А Соединенные Штаты Америки 70 лет их не сдавали. И не сдадут. И не только их. Всех тех, которых они взяли под свое лоно. Как Южную Корею, как ту же Японию. Поэтому надо все вот это просчитывать. И думать, ага. Есть возможность, чтобы Америка взяла нас под свое крылышко. Есть возможность, чтобы нам Великобритания взяла под свое крылышко. Даже можете рассмотреть ту же Францию. Есть возможность. То есть надо изучить все варианты. Когда вы изучите все варианты, увидите, какой из этих вариантов вам ближе. Вам ближе. И вы должны будете работать по этому варианту. Вот так же Азербайджан. Вы что думаете? Это в одночасье так произошло? Нет, это долгий путь. Это работа дипломатии. Это личные контакты. Это бизнес-структуры. Разведки работают. Много чего работают. Поэтому когда ты это делал. Посмотрите сюда. Эти же разные страны. Где находятся? Пакистан чуть-чуть далеко находится. Между Пакистаном и Азербайджаном там находится Иран. Там потом идет Афганистан. Там территория Белую Желую. Прямую границу у Азербайджана с Пакистаном нет. У Азербайджана с Турцией есть опять же граница. Но она посмотрите, через тот же Иран идет. Там Нахичеван стоит. Но между Нахичеванью и Азербайджаном находится та же Армения. Поэтому видите, какие копии ломаются по этому Зангизорскому коридору. Сколько там? Потому что прямой контракт нужен будет. Прямая дорога нужна. А то и в этом посмотрите, сколько стран заинтересованы. Включая тот же Китай. Поэтому, когда мы это все видим, надо понимать, как правильно найти этих союзников. Надо смотреть на политическую карту мира. Надо посмотреть на интересы этих стран. Как это все работает. И вот я в моем понимании, я сразу, вот вы мне задали этот вопрос, у меня на вскидку, у меня моментально, я вспомнил то, что говорил Борис Желс. Это вполне реально. Потому что с этой стороны, страны Новой Европы, бывший Варшавский договор, это все те, которые на своей шкуре почувствовали и Российскую империю, и свою историю, и Советский Союз. Они это знают. Поэтому заметьте, как они с первого дня ведут себя. И они даже спорят, та же Польша, там, по зерну, по границам, все, они прекрасно понимают, что они в связке сегодня с Украиной. И они не могут сегодня позволить, чтобы Украина пала. Но у них нет таких возможностей, да, которые есть, например, у Германии, у Великобритании, у США, у той же Франции, у той же Италии. Поэтому они должны тоже работать с ними, как сами напрямую. Ну и с другой стороны, посмотрите, как Эстония, там, или страны Балтии, какие деньги выделяют на вас, да? Они сами такие маленькие, у них откуда такие деньги? Ну, Эстония, там, миллиарды, двести миллионов, кажется, да, недавно, несколько дней назад выделили? Половину от того бюджета, который Британия нам передала. Практически половина от трех миллиардов. Это насколько, насколько это важно они показывают для них. Вот поэтому здесь надо именно так работать. Отдельно-отдельно работайте с странами, но вы должны понимать, что один сильный, он стоит пяти слабых. Десяти слабых, которые за тебя не пишут. Вы должны точно знать, кто за вас пишется. И поэтому далеко не случайно, вот то, что я так довольно позитивно прореагировал, когда Риша Шасунак приехал и первым вот продвинулся. Ну, просто другое дело, надо сделать так, чтобы это превратилось бы, ну, на тот же уровень поднялось бы, да, какая-то между Шушенской декларацией, между Турцией и Азербайджаном. Потому что Турция и Азербайджан не один день шли к этой Шушенской декларации. Они долго шли. Поэтому вы должны сделать так, чтобы Великобритания, истеблишмент Великобритания были бы заинтересованы именно в этом. Потому что, посмотрите, сколько стран в этой Европе. Они разные. Выберите себе таких, которые... Ну, знаете, это как брак по расчету, да. Не по любви. Потому что в большой политике любви не бывает. Только брак по расчету. Поэтому здесь надо сделать брак по расчету. А под это дело можете красивые слова говорить, вот как здесь в Белом доме говорят, да. Борьба демократии, автократии. Это все ложь, это все лицемерие. Слава Богу, сегодня многим это стало понятно и в Украине точно так же. Но это игра. И с моей точки зрения очень важно сегодня видеть те страны, которые географически к вам близки. Это Новая Европа. Это все, кто вокруг Черного моря. В том числе и Турция. Потому что Турция одна из самых ключевых стран в этой географии. Посмотрите на карту и посмотрите со всех сторон. Но это не только Черное море, это не только Босфор, это север, юг, Европа, Азия, мусульманская страна, ближний восток. Это много чего, да. Это Южный Кавказ. Поэтому по всем этим моментам, по всем этим моментам, и вы видите, все эти страны, которые находятся в этой географии, с Турцией прекрасные отношения. У Турции проблемные отношения чуть-чуть подальше с ними. Там Греция, которую поздруживает та же Франция, а это все время было. И поэтому здесь еще нашли Армению. Но если вы возьмете по большому счету, у них таких проблем ни с кем нет. Другое дело, не принимают их Евросоюз. Потому что, а кто не принимает уже? Здесь уже Франция добавляется, та же Германия. Потому что это конкуренция. Рынок, это бизнес. Им не нужно. Ну, грубо говоря, вы имеете тут два ресторана. Один в Париже, другой в Берлине. А турок приходит и говорит, давайте я открою еще третий ресторан. И у его ресторана он будет более посещаемый. Понимаете? И все схолонут туда. Это нужно в Париже этот ресторан иметь или там в Берлине? Им нужен такой конкуренция. Ну, по-простому я говорю. Это бизнес. А это же Каландайк. Это, посмотрите, какая третья экономика. А турков в достаточном количестве. В той же Германии их только порядка, говорят, от 7 до 10 миллионов этнических турков. Они же восстанавливали разрушенную Германию. Чтобы вы знали, это строительный бизнес тоже Турции. У них это конек. Они это достаточно хорошо, у них это получается. Поэтому они же так в одной части почти 10 миллионов не получили в таком количестве. Это все вот эти 70 лет они были. Поэтому зачем им такая конкуренция? Поэтому НАТО их приняли. Там воевать надо. Они же потомки Янычаров. Янычаров хорошо воевают. А здесь бизнес. Деньги делать с ними не хотят. И естественно Турция пошла другим путем. Сегодня Турция. Военно-промышленный комплекс есть. Есть география у нее есть. Армия НАТО. Она и в этом институте находится. Посмотрите, как... Смотрите. Вот решение со Швецией. Пропустила она. Вот только это самое, да? Вчера президент Турции подписал. А сколько копий сломали? Вспомните на ваших украинских каналах. Диванные эксперты приходили, что только они говорили. А я вам что сказал тогда? Извиняюсь, что я это привожу. Это пример. Ну просто я эту страну знаю очень хорошо. Потому что Турция и Азербайджан это родные страны. А люди, которые там ни разу не были, они рассуждают. Турцию выгонят из НАТО. Там то будет, третье, четвертое. Ни Турция не выгонят из НАТО. Ни США не уйдет из этого НАТО. Потому что если Турция уйдет из НАТО, НАТО больше не будет существовать. США уйдет из НАТО, НАТО больше существовать не будет. Потому что только эти две страны главные. Но в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но опять же, они ключевые страны. Потому что НАТО это военно-технический блок. Воевать надо. 70 лет кто воевал? Посмотрите. Прошерстите, промониторьте. И тогда поймете, что в первую очередь это военный блок. Поэтому у Турции сегодня и самолеты выпускают, и танки выпускают, и беспилотники выпускают. И корабли эсминцы военные выпускают. И много чего другого выпускают. И это военно-промышленный комплекс. Особенно он сильным стал за последние 10-15 лет. Усилился. Потому что, и заметьте, Европа только сегодня начинает это делать. Значит, они только сегодня это почувствовали. Что придут такие времена, что нужно будет это делать. И вот они идут этим путем. А тут все уже прошло этот путь. И она не зависит ни от НАТО, ни от Евросоюза. Вот видите, она даже бодаться стала Соединенным Штатом Америки. Не бодали Петриот? Пошел купил С-400. Поругались, их выгнали из Ф-35. Но тебе как будто бы конъюнктура пришла, спекулятивная тема появилась, типа Швеции. И вот на этой тематике они хорошо сыграли. Швеция поменяла законодательство. Американцы сделали шаг назад и разрешили на 20 миллиардов модернизировать Ф-16. И поставить новое Ф-16. Все. И Госдепартамент вчера выступил с призывом к Конгрессу пропустить это законодательство. Все, значит, процесс пошел. Значит, вот они грамотно разыграли эту шахматную партию. Я для чего это говорю, чтобы вы понимали. Если у вас есть сильные союзники в той или иной географии, которая близка к вам, я имею в виду там, где Украина находится, насколько это возможно. Особенно надо играть на противоходе. На противоходе это вообще хорошо играть. Вот Азербайджан на противоходе сыграл. Россия, Франция, США, они были 30 лет минской группой ОБСЕ. И до этих отношений между Россией и Западом они красиво закрыли, заморозили эту тему с Карабахом, с Приднестровьем, в 2008 году с Грузией, с Абхазией, с Южной Осетией. И в 2014 году минские соглашения с вами. И делали деньги, как вы знаете. Хорошо делали, без никаких проблем. Потом они постолились, они поругались. И когда они поругались, вот здесь на противоходе Азербайджан грамотно и сыграл. Потому что тихо-тихо они сталкивались, граница закрывалась, и возникала необходимость лояльности этой географии. А кто в этой географии лидер? Вы смотрите на карту. Россия, Азербайджан, Иран, Турция, Армения, Грузия. Больше там никого нет. А Азербайджан с Турцией в связке. А эта связка усиливалась и усилилась. Проблема лежит там одна. Карабах. Что делать? Вы в первой Карабахской войне наказали Азербайджан. Потому что Азербайджан тогда вел антироссийскую политику. И вы поддержали Армению, тогдашнее правительство Армении. И захватили Карабах и все территории. Наказали Азербайджан. Хорошо, это было 30 лет тому назад. А сегодня? В этой ситуации вы кого должны поддерживать? На вас наезжают. Вы хотите с нами быть врагами? Нет, мы хотим с вами быть друзьями. Так не вмешивайтесь в конфликт. Дайте нам эту проблему, нам самим решить. Турция говорит, ты не лезь, я не буду лезть. Они вдвоем пускай разбираются. Я у него, Азербайджан уже готов. Азербайджан на самом деле за 15 лет подготовил армию. И вот все, что произошло за последние 2-3 года. Вы это уже видели, поэтому я говорить не буду. Вот это так работает. На противоходе сыграли. И мы равно удалены. Сегодня говорят, ну у Азербайджана прагматичные отношения с Россией. А у кого не прагматичные отношения с Россией? У США? У Китая? У Франции? У Великобритании? У Германии? У кого из них? Они по сегодняшний день не все санкции приняли. Миллиардами поступает по сегодняшний день в бюджет России. Я уже не говорю про Иран. Про прекрасное отношение Ирана с Францией на протяжении 79-го года, когда Хумени пришел к власти. Из Парижа он прилетел на самолете Air France под предсопровождением французской разведки. И там он занимался все эти годы в Париже антишахтской деятельностью. Да? Франция его крышевала. И поэтому Франция имеет прекрасное отношение сегодня с Ираном. Ираном, который поставляет ракеты в Россию, которые бомбят Украину. И с которой та же Франция вроде бы сегодня хочет заключить какие-то гарантии безопасности. И вы верите в эти сказки? Поэтому нужно посмотреть, кто из них реально, географически, политически, идеологически. Вот так, например, пишется за вас. Поэтому я вам так сказал. Из всех тех, кто в географии Европы я вижу, это Великобритания как самая сильная, как ядерная держава, как постоянный член Совета Безопасности, и страны Новой Европы, и той географии, которые вам близки вокруг того же Черного моря. Для начала сильно работайте с этими странами. И усиливайте Японию и Южную Корею. И плюс вообще с Юго-Восточной Азией работайте. С этим глобальным югом работайте. По всем направлениям. Это же не только война. Это очень много других моментов. И с Ближним Востоком работайте. И с Саудовской Аравией работайте. То есть там, где есть деньги, там, где есть какие-то другие возможности. Потому что не все решается войной. Есть страны, которые вам помогут военно-технически. Есть, которые будут помогать оружием. А есть, которые будут помогать гуманитарно. Проблема в огромном количестве. Самое главное, вот это, если вы создадите. Вот Азербайджан создал. Заметьте. В пассе голосования 20 стран не проголосовало, не поддержало. Вы знаете, сколько в пассе депутатов? Более 600. Если память мне не извиняюсь. 630, что ли, вот так, или 635. На заседании присутствовало около 100. Представляете, сколько? 20 стран вообще не пришли туда. Это в основном представители Евросоюза. И Украина в полном составе не поддержала. Так же, как Молдова. Так же, как Грузия. То есть, я к чему это веду? Я веду к тому, что это политический успех. Азербайджан. Вот на него наехали, они ничего не получили. А до этого, помните, в конце прошлого года Совет Безопасности ООН был. Два заслушания. Франция давила, проталкивала. Никаких резолюций не приняли. Это тоже политический успех. То есть, вы хотели наехать на Азербайджан через СООБЕС ООН. У вас не получилось. Вы сделали сейчас попытку через ПАСЭ. У вас ничего этого не получилось. Значит, это бумага. Эта бумага через Евросоюз не пройдет. Там консенсус. 27 стран. Вы уже знаете по себе, что там на Венгрии, если захочет, не проходит. А здесь, я говорю, 20 стран почти, что не принимали участие в этом. Кто из них пойдет против Азербайджана? Вот эти все страны Новой Европы, Италия, эти все, которые сегодня получают с Азербайджана в достаточном количестве, чего им надо, они имеют с Азербайджаном стратегические отношения. А это бумага обычная. Парламентская ассамблея Совета Европы. Поэтому я к тому говорю, что союзники должны быть как на земле в военно-техническом плане, как и в политическом плане, они должны быть в вас заинтересованы. Вот вы должны сделать все то, исходя из ваших проблем, из вашей системы координат, где вы находитесь, в вашей весовой категории, и посмотрите по сторонам, и будьте уверены, что кто-то за вас спишется. Потому что если вы подпишете бумагу, как в 1994 году, а за вас никто не впишется, вы опять окажетесь у разбитого корыта. Поэтому берите пример с Азербайджана, взвешивайте семь раз, отрежьте один раз. Вот сегодня мы точно знаем, что за нас вписались несколько стран. Мы сами воевали, но они были. Вот как за Великобританией стоит Соединенные Штаты Америки, как за Израилем стоит Соединенные Штаты Америки, так и за нас все знают, что стоят. И мало не покажется. Турция, знаете, что сделала? Самолеты несколько F-16 демонстративно до войны прилетели на военной базе на территорию Азербайджана, потому что космические спутники это все читают, как вы сами понимаете. F-16 находился на территории Азербайджана. Они даже не взлетали, но они были там, это позиция была. То есть это месседж всем, да, и Москве, и Ирану, и кому хотите, не вмешивайтесь, потому что если вы только вмешаетесь, турецкая армада и с воздуха, и с земли моментально мы вмешаемся. Поэтому никто не вмешался, никто ничего не сделал. То есть это вам тоже нужно такого типа, чтобы кто-то вот такого типа вписался. Вроде бы Риша Сунак к вам приезжал, поэтому усиливайте эту тему. Ну наполняйте, по форме это есть, теперь содержание наполняйте. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.